Добрый день! Сегодня мы поговорим о материалах, которые будут использоваться в процессе создания нежных белья. Мы поговорим о материалах, которые нам понадобятся для изготовления бюстье, бюстковых тароп, пролетов, биспаронов и биспаронов, и для разных видов трусиков. Для бразильяны, для классических слипов. Это могут быть кружевые, из хлопка, из микрофибры. Мы обсудим все материалы, которые могут быть использованы в процессе машины. Начнем наш обзор с кружева. Кружево бывает разное по ширине, по плотности и по степени эластичности. Есть кружево от 1 см до 25-35 см, в зависимости того, какой производитель. Бывает 1,5 метра ширина кружавчиком. Вы выбираете то кружево, которое вам подходит по модели, или же уже подстраиваете чертежи, выкройки под ваши кружева, которые есть в наличии. Они есть разных цветов. Кроме того, вы выбираете свой цвет, свой принт. Они бывают по наполнению рисунка разные, то есть очень забитые или такие вот со вставками, с сеточками. Они бывают, сейчас покажу, очень красивые кружева. Обратите внимание, рельефные. То есть они, кружева бывают разные по фактурам. Есть со вставками непрозрачными. Вот такое вот кружево. И есть с большим с большим количеством синтетики или с меньшим. Жесткие и мягкие. Тоже как бы они вдоль тянутся меньше, допустим, в поперек тянутся больше. То есть вот степень эластичности. Видите, разные кружева по-разному себя ведут. Это можно через интернет. Вы это никак не узнаете. То есть вы получаете, вы уже видите результат. Это можно только пощупать. Да, когда вы покупаете, вы щупаете и вы узнаете, что этот материал вам подходит. Вот онлайн, когда покупаете, обязательно спрашивайте, то есть сильно эластичное, не сильно эластичное. Чтобы вы понимали, зачастую это пишется, да, когда вы покупаете, зачастую это пишется, что указывается не эластичное кружево или эластичное кружево. И какая у него ширина. Фистон с одного края или с двух краев. То есть тоже можно использовать на бюстгальтера, допустим, можно использовать не эластичные кружева для обтяжки, для декорации белья. На трусики тоже можно использовать не эластичные вставки для того, чтобы сделать утягивающий эффект. То есть я вам буду показывать на одних трусах с высокой посадкой, как утянуть, да, как сделать утягивающую вставочку. Сетки. Какие бывают сетки? Корсетная сетка на илоновая, она вообще не тянется. Вдоль чуть-чуть, поперек вообще не тянется. У них бывают разных цветов, разных оттенков. Стабилизирующие сетки, они тоже бывают разные по плотности. Чуть-чуть тянется, какие-то тянутся больше, какие-то меньше. Они бывают разных оттенков. Сейчас показываю, да. И тоже как бы больше тянутся, меньше тянутся. Стабилизирующие сетки мы используем для бюстгальтера, для бралета можем использовать. Обычные сетки, да, они тоже бывают эластичные поперек, не эластичные вдоль, да, с разной степенью эластичности, с разной степенью прозрачности. Вот очень прозрачная сетка, вот с хорошей, с хорошей плотностью сетка, бывает еще плотнее. И это биэластичная сетка, то есть она очень хорошо подходит для белья. Белье с такой сетки будет очень комфортным. Есть сетки с принтами, с горошками, тоже они вот вдоль не тянется, поперек хорошо тянется. Есть сеточка вот горошек, который тянется и поперек и вдоль, да. Вот мы смотрим на материал, когда покупаем. Есть телесные, есть разные, тоже телесные, тоненькие, тоненькие, хорошая биэластичная сетка. При пошиве пелья мы также используем микрофибру. Она бывает разная по плотности и по составу. То есть мы смотрим на нее, выбираем и очень потоньше есть, да, совсем прозрачная такая телесная микрофибра. Особенности работы, на ней очень легко делаются зацепки. То есть ее нужно складывать очень аккуратно, то есть вот тоненько, но хорошо зацепки делается, да, поплотнее. Здесь очень классное качество, делается, ну, практически не трагнируется этот материал. То есть, когда работаем с микрофиброй, нужно обязательно брать очень тонкую иглу и подбирать хорошо нитки, тонкие нитки брать. Смотрите, и булавочки тоже как бы использовать очень острые булавки. Есть также шелк с эскозой, трикотажей, не тянется поперек, не тянется практически вдоль, да. Хорошо использовать их, они такие струящиеся, их хорошо использовать, они аж холодят в пижамках, можно в трусиках, то есть на летнее белье они хорошо подходят, они холодят очень сильно. Кулирки. Кулирки бывают разные, они тоже как бы разные по составу, там с большей примесью синтетики или с лайкрой больше. По плотности бывают, вот у меня тоненькая, есть по плотнее, есть с принтами, без принта. Тоже это нужно выбираться. Чем качественнее кулирка, тем лучше будет носиться ваше изделие. Это самые комфортные трусики на каждый день. Теперь, есть еще такой вот трикотаж, называется подкладка в купальнике, да, она биоэластичная, и она полностью синтетическая, то есть она хорошо впитывает в воду и отдает влагу. То есть это те материалы, которые мы используем для пошива. Для пошива мы еще и также используем эластичные атласы для декорации, да, и для вставок. Мы используем еще бельевой жаккард. К сожалению, у меня нет его в наличии, чтобы вам показать. Но можно использовать, в принципе, любой жаккард и шелковые жаккарды для декорации, там чашек поролоновых, да, для вставок в кружева, для вставок в трусы. То есть не полностью, если ткань не эластичная, то мы делаем просто декорацию вставками. Брительные резинки. Они бывают разные по ширине, по фактуре, по принту. Бывают однотонные атласные, бывают более плотные, бывают матовые ленты, да, и сильно тянется, не сильно тянется. Если рассмотреть, они бывают еще вот такие вот с всякими красивыми вставками из атласа, из шнуров, вот такие вот. И по степени эластичности, смотрите, да, каждая резинка будет разной. То есть какая-то больше тянется, какая-то меньше. Вот однотонные, да. Есть еще тоненькие, тоже тонкие, совсем тонкие и поплотнее. И есть становые резинки или резинки вверх в пояс трусов. Как они выглядят, становые резинки, сейчас покажу. Верхняя часть, которая к телу идет, бархатистая. А верхняя, которая к кружеву идет, она более или матовая, или атласная. То есть есть разные, да. Вот тоже как бы бархатная сторона и более матовая сторона. Это все вот становые резиночки. Их можно использовать как в трусах, так и в бралетах и бюсткаутерах. Вот резиночки, которые тоже мы можем использовать. Они разные по ширине, с разными фестонами. Бархатная сторона это всегда к телу. Вот смотрите, какая красивая, да. Вот тоже вставочка, прям такой широкий-широкий фестон. И изнаночка. То есть это узкие, вставляются там, где у нас идет ножка чаще всего, да. То есть мы туда вставляем узкие с фестонами. И вот не эластичная. Обратите внимание, если я возьму вот эту, очень тянется. Эта практически не тянется. Эта мы используем только не в трусах, только в бюстгальтерах, да. То есть только в бралетах. Там, где мы можем использовать совсем не эластичный материал, да. Вот эти тянутся, вы смотрите, да. Которые тянутся, которые не тянутся. Резиночки подбираем. Есть у нас еще туннельки. Туннельные ленты. Тоже вот матовые. Бархатные такие, да. Барсовые. И есть... Такие вот... Из нейлона. Или из трикотажа. Есть матовое такое вот плетение. Нетканой такой борсовой нитью. И внизу очень плотные такие саживые, да. Очень плотные. Помягче. Которые даже слегка растягиваются. То есть разные по фактуре. С атласным низом. Вот. Атласный или сеточка, да. Вставляются. То есть разные материалы. Разные по плотности. Разные по ширине. И разные по формированию. То есть мы можем сформировать легко или не сильно легко. То есть выбираем. Смотрим. По цвету, к сожалению, не всегда удается подобрать ту, которую хочется. То есть мы подбираем, смотрим. Она у нас сильно грубая получается. То есть мы подбираем, смотрим то, что нам нравится. Чтобы не натирала. Что есть еще? Какие есть еще резинки? Вот такого вот плана. Есть резинка. Хотела показать обязательно ее. Потому что девочки много покупают. И она очень эластична. То есть ее, если мы берем, допустим, коэффициентом 0,8, то мы здесь можем взять 0,7. Смотрим в зависимости от того, где вы ее используете. Она в процессе, она хорошо может растянуться. Обращайте внимание на это. Есть у нас также резинки. Силиконовые такие тоненькие резиночки. Для того, чтобы укреплять край кружева. Вот такие вот они. Тонкие силиконовые. Они тоже бывают плотнее или потоньше. И вот такие вот тоненькие резинки. Они тоже используются для уплотнения края кружева. Они бывают разные по плотности и разные по цвету. Есть резинки пополамки. У нас так называемые, да? Мы их используем для окантовки. Они бывают матовые, бывают блестящие. То есть атласные такие. Это тоже вы смотрите то, как вам нравится. Вот яркий пример становой резинки. Лицевая сторона, которая идет к кружеву. И к телу ворсовая. Это становая резинка. Что мы еще используем? Мы используем застежки. Застежки бывают разные. Вот текстильная застежка на три крючка. На два крючка. Обратите внимание, на два крючка бывает разная ширина текстильной застежки. И на два крючка или на три, на четыре. Вот есть нарезные, которые можно отрезать. Они бывают на хлопковых основах, на синтетических основах с ворсовой подкладочкой. То есть разные бывают по качеству. Есть на один крючок, на одну петлю, на один крючок. Есть у нас фурнитура для чулков, для подтяжек чулков. Также мы используем колечки, регуляторы и крючки. Эта фурнитура у нас используется. Используем мы бельевой поролон. Есть он полностью синтетический с одной стороны и со второй стороны. А есть с хлопком к телу. Есть уже готовые чашки и косточки к ним. А также вкладыши пушап. Большой пушап, который по объему не идут, дают больший объем. Потоньше, потолще. И тоненькие, обычные вкладыши. То, что вы можете использовать при изготовлении белья. И косточки для усиления боковых частей наших бюсткаутеров. Они есть разные по длине. Собственно, вот эти все материалы мы будем использовать в процессе пошива нашего белья. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее.